Чао а tutti, buongiorno a tutti, o buonasera a tutti, non lo so, dipende da dove i trovati. Привет всем, добрый день или добрый вечер, не знаю, зависит от местонахождения. Хотела сегодня, на самом деле, поговорить, вначале хотела поговорить про слово Magari, но потом решила перенести это уже на январь месяц. И для сегодняшнего эфира я выбрала вопрос, который мне кажется очень пригодится всем, кто будет созваниваться с итальянскими друзьями на этой неделе. И этот вопрос, cosa fai di bello? Мы говорили о нем какое-то время назад, но случилась там техническая неполадка, и я подумала, что повторить этот эфир сейчас, в канун Рождества, love you, la di Natale, будет отлично для всех и довольно-таки полезно. Итак, вопрос следующий. Выражение, cosa fai di bello? Зачем там нужно слово bello, что оно значит, и когда его использовать? Вопрос cosa fai di bello вы наверняка услышите в течение этих праздников, если вы будете разговаривать с вашими итальянскими друзьями. Потому что в отличие от вопроса cosa fai, да, что ты делаешь, который довольно-таки прямой, такой конкретный, а cosa fai di bello, вот это di bello добавляет немножко иронии, немножко доброжелательности и сильно снижает градус формальности. Я не очень люблю переводить, но в принципе cosa fai di bello – это что хорошенького ты поделываешь, чем таким прекрасным ты сейчас занимаешься. То есть представьте, в канун праздников все звонят друг другу, поздравляют, и очень здорово спросить cosa fai di bello, ну, чем ты там классно таким занимаешься. Обратите внимание, что di bello, оно никак не меняется, мы его таскаем за собой, и неважно, обращаемся мы к женщине или к мужчине. Да, если мы обращаемся к ребятам, к друзьям, я скажу И если я, например, хочу узнать про твоих родителей, я спрошу Что у них там хорошего, чем они занимаются. И очень дружелюбное выражение. Обратите внимание, что необязательно использовать глагол fare, да, можно придумать совершенно другое. Например, если вам звонит ваш давний приятель, вы ему говорите О, Марко, dove sei di bello? Да, dove sei di bello? И где ты сейчас находишься, интересно, расскажи-ка, да, ancora in Italia, dove sei di bello? Ты все еще в Италии или где ты там? Если я встречаю своего друга, которого давно не видела, и опять же по телефону я могу его спросить Cosa mi raconte di bello? Да, cosa mi raconte di bello? Ну, что классного расскажешь, что хорошего расскажешь? О, per esempio, posso dire anche, se io vedo che qualcuno legge un libro, если я вижу, что человек очень заинтересованно читает книгу, я его могу спросить, ma cosa lege di bello? Да, cosa lege di bello? Смотрите, cosa fa di bello? Cosa mi raconte di bello? Cosa lege di bello? То есть во всех этих выражениях они очень разговорны и очень употребимы. Не обязательно использовать их только в настоящем времени. Я могу позвонить и спросить про вчерашний день, да, Cosa lege di bello? Да, и как ты вчера провел вечер? Cosa lege di bello? Что ты там такого прекрасного сделал? Очень часто вам, вот именно в таких вот коротких сообщениях, да, Que sta facendo? Чем занимаешься? Я могу ответить, guardo la tv, смотрю телевизор, и последует вопрос, que dano di bello? И что там хорошего показывают, да, que dano di bello? Поэтому смотрите, кому бы вы не позвонили, или кто бы вам не позвонил, или кто бы вам не написал, вы всегда можете очень уместно узнать Cosa fa di bello? Или 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 dove sei di bello? И эта di bello, она очень сильно снизит градус формальности, добавит доброжелательности и добавит такого вот этого разговорного флера, то есть, конечно, выражение гораздо более разговорное, чем письменное. Все примеры я отдам в комментариях, как обычно, под этим видео. Buona vigilia di Natale a tutti. Всем хорошего канула Рождества, кто отмечает. Basta per oggi. Cosa fa di bello adesso? Ci vediamo. Alla prossima. Ciao, ciao.